и других событиях более подробно. Порядка 8 миллиардов рублей может поступить в регион в рамках сотрудничества Газпрома и томских предприятий по программе импортозамещения. Такую цифру сегодня огласил председатель правления госкорпорации Алексей Миллер, побывавший в нашем городе с рабочим визитом. С главой региона Сергеем Жвачкиным они подвели итоги совместной работы Томской области и Газпрома в прошлом году. Тогда еще в рамках дорожной карты, подписанной в 2013. Подробности в сюжете Глеба Шестакова. Импортозамещение, о котором так часто приходится слышать из уст представителей власти, начиная от президента России, заканчивая заместителями губернатора Томской области, может быть эффективным лишь при соблюдении двух главных условий. Во-первых, это качество выпускаемой продукции на уровне или выше зарубежных аналогов. Второй аспект, само собой, меньшая рыночная стоимость. Продукции томских предприятий двум этим критериям соответствуют, в чем сегодня лично смог убедиться глава Газпрома Алексей Миллер. Посетив выставку на заводе ТЭМС. Это все сделано у нас здесь, на заводе. Наши российские корпуса, ну, естественно, это все миллион под давлением. Новая продукция была представлена ТЭМСом, Микраном, Элиси, Томской электронной компанией. В своей разработке руководству Газпрома продемонстрировали два национальных исследовательских университета – ТГУ и ТПУ. Система сертификации Газовой госкорпорации – одна из самых жестких и эффективных в стране. Поэтому томские предприятия работают по конкретным проектным заказам, тиражируя современную продукцию со стабильно высоким качеством. Если сегодня ее по достоинству оценивают в Газпроме, то завтра она имеет все шансы выйти на мировые рынки. Могу сказать, что посещение сегодняшней выставки у меня произвело очень многое подключение. Просто, ну, я еще раз только черпну, это оборудование выше мирового. Когда, понимаете, делают всю линейку по клапанам, там, электроприводы, ты там смотришь, вообще просто, да, кажется, как можно электропривод приводить на такой шар. С момента подписания в 2013 году дорожной карты между Томской областью и Большим Газпромом объем закупок товаров и услуг томских предприятий для нужд корпорации увеличился почти в пять раз. Суммарная величина всех контрактов за это время превысила 3 миллиарда рублей. Только на начавшийся 2015 год приходится более 1,8 миллиардов. При этом хочу отметить, что потенциал, который мы видим, он значительно больше. Мы считаем, что можем выйти на уровень 8 миллиардов рублей объем закупок в регионе для потребности Газпрома. И, конечно же, этот потенциал связан с такими крупными проектами, как Сила Сибири и газопровод Алтай. Так называемый западный маршрут поставок газа в Китай. Мегапроект Сила Сибири позволит транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи в Китай через Хабаровск и Владивосток. Общая сумма проекта свыше 50 миллиардов долларов. Это практически сопоставимый бюджет у Олимпиады 2014 в Сочи. Что самое важное для нашего региона, заказчиком проекта выступает Газпром Трансгаз Томск. Вы сами, хотя бы представляете, что такое заказчик проекта, который стоит свыше 50 миллиардов долларов. Что такое заказчик? Это там, где заказчик, там и налоги. Вы догадываетесь. Это действительно исключение из правил, поверьте мне, как человеку, который как бы знает кухню Газпрома. Рассуждать о тех доходах, что получит региональный бюджет, пока преждевременно. Первая партия газа поступит в Китай лишь через 4 года. Однако строительство газопровода уже началось. Как подчеркнул Алексей, это даст множество новых масштабных заказов томским промышленникам. Поэтому уже сейчас Газпром увеличил финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ на предприятиях области в 5 раз. Только в этом году на данные цели госкорпорация направит в наш регион более 100 миллионов рублей. Ну а пока столичные гости изучают продукцию наших предприятий в областном центре, томская делегация презентует ее в Москве. Однако сейчас речь идет не о разработках машиностроителей.